Всем привет, с вами снова Dreadwind, и мы продолжаем прохождение великой игры под названием Watch Dogs. Субтитры сделал Dreadwind, и мы продолжаем прохождение великой игры под названием Watch Dogs. Субтитры сделал Dreadwind, и мы продолжаем прохождение великой игры под названием Watch Dogs. Субтитры сделал Dreadwind, и мы продолжаем прохождение великой игры под названием Watch Dogs. После этого мы получим доступ ко всему древу навыков, после чего сможем полноценно прокачивать персонажа. Поэтому быстро-быстро летим по заданию, мне плевать на правила, не видишь, у меня зелёный был. Ну я же уже говорил, что я водитель от бога, короче. В прошлой серии мы отлично провели время и отлично убежали со стадиона. Вот за что я люблю этот пикап, он едет реально как танк. Ему плевать на всё и на всех, он едет себе как хочет. То есть в принципе для миссий, в которых надо кого-то там протаранить, он подходит просто идеально. Ну, в принципе хорошие ещё и грузовики, но грузовики имеют гораздо меньшую скорость, чем этот пикап. То есть в принципе для заданий, на которых нужно кого-то таранить, в пикапы подходят лучше всего пикапы, джипы и так далее. Что у нас тут за машина? Какая ласточка. Ладно, погнали выполнять сюжетную линию. А, пардон. Я слышал рога, но никого не вижу. Слышь, какой там пароль учётки? Ладно, погнали по сюжетке. Сейчас будет довольно скучная миссия, но ничего. Смогу. Помню, как Лена пила Джексу песенку. С днём рождения. Она была такой радостной. Теперь будет только тишина. Ну, сколько тебе? Десять. Разве не девять? Десять. Неа, девять. Десять. Девять. Десять. Что ж, тогда ты заслуживаешь десять щекоток. Что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять. Десять. Подожди тут. Да уж, не прошло и года. Да, поздно. Но прости, Мюкки. Прости. Подойди. Посмотрим на тебя. Ты повзрослел. Ну, да. Вот, спасибо. Первый день рождения без Лены. Ну и как он? Говорит всё ещё только со мной. Иоланда сказала, что это у него такой способ защиты. Иоланда? Психолог. Помогает ему. Ничего. Мы ждём. Трудно, но мы справимся. Джекс. Привет. Прости, опоздал. Ну, обнимешь? Ох, как ты вырос. Так, а это что у тебя? О, целитель. Круто. Решилась купить, да? Принеси игрушки. Мы пока поговорим. Да, я скоро приду. Это так здорово. Ты вернулся. Прошу, скажи мне, что всё изменилось. Изменилось. Вы с Джексом, главная в моей жизни. Я всегда буду заботиться о вас. Как старший брат, да? Ну что, пойдём дальше по сюжету. Там нам нужно сейчас будет поговорить с... С... Сестрой. Джексон её обожал. Да и все мои. Пропустил всё веселье. Дети играли в Мстителя. Того парня из телека, что тачки угоняет. Дай угадаю. Джекс был Мстителем. Не угадал. Все они. Злодеем сделали меня. Ну, я ему строила. Там Рэймон Рэббитс. Жаль, опоздал. Я бы объяснил. Сники шутки плохи. Помнишь, вы с мамой болели? Но папа сказал, ну что же это за день рождения без торта? Он был просто ужасен. Горелый, кривой. Папа в своём репертуаре. И такого он натворил немало, но всё ради семьи. Ха. Что-то я много болтаю. Таблетки кому тут надо быть? Кто-то качается сразу. Конечно, конечно, продолжайте. Во всякие ингредиенты. Ну, прокачка, короче. До таблеток. До других девайсов. Знаю, где живёшь. Замки-то надёжные? Да кто вы? Что вам надо? Не боишься, Ники? Успокоительное? Что это такое? Крем какой-то. Непонятно. Кто звонил? Да неважно, какой-то дурацкий розыгрыш. Как думаешь, он надёжный? А голос знакомый? Эйден, перестань, глупости. Нет, он хочет забраться в дом. Да с чего ты взял вообще? Проверяешь замки. Слушай, я как-нибудь сама. Без тебя справимся. Ники. Но мне не сложно. Эйден, ты опять за своё. Нам не нужна твоя помощь. Хватит уже лезть в нашу жизнь. Хочешь помочь? А выходит только хуже. А ему нервничать нельзя, между прочим. Да, и правильно сделаешь. Взрослый мужик и ерундой мается. Ну ничего, сейчас я слежу твой звонок. Справа его машина стоит. Та-ра-да-дам, та-дам. Магия. Вот чёрт. Он уходит. Ну почему дают такой тарантас? Стоял уж только что, перед тем, как зайти нормальная машина. Угроза семье. Чёрт. А чего, в принципе, Перес ожидал из-за того, что он творит? Блин, прятался по привычайшему на джипе. Ну как его догнать? Братишка, прости. А, сейчас его высохнули, всё. То есть мы ещё не взломали. Ну. Простись, перегнула палку. Умеешь ты порой вывести себя. Ну да. Вернёмся, обещаю. Я не буду тебя доставать. Ну. Дейден? Чёрт возьми. За этим уродом гоняешься, да? Ну. Боже ж ты мой. Но сколько можно? Дани, всё нет. Хватит геройство, Дейден. Хватит лошадь. А это не будем. Чёрт возьми. Это... Я в туннеле. Если всё прекрасно слышал, прекращай, прошу. Алло, алло. Не знаю, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь. Мне пора. Аааа. О, девятнадцать, одиннадцать. Ну и писали забором. За звонок ему заплатили кучу бабла. Кому это было нужно? Дайте мне мой карантас. Что там у нас эксплайдинг? Дэдзэк уже отузбалитель? Ну, вроде того. Проверяют тебя. Подожди. Ладно. Тогда вопрос к тебе. Отследишь звонок? Для тебя всё, что угодно. Как? Как это мило с... Его стороны. Нужен заказчик. Похоже, звонок сделан из района Луб. Это всё, что могу сказать. Так. А если я хак на центр Сити Уэс? Тогда я вычислю точку, откуда вам звонили. Всё понял. Там должен быть Плюмовский центр Сити Уэс. Справились. Эдзэк как-то пытались его взломать. Не вышло. А потом ещё и охрану усилили. Так что вы там. Осторожней. Хоть ты и не начинай. Спокойно. Я не с пустыми руками пойду. Отлично. Дали опыт. Блин. Нанимаю часть. Так. На этом мы, наверное, серию будем заканчивать. Потому что у меня безумно лагает. Не знаю почему. Я разберусь со своими лагами. И в следующей серии мы с вами продолжим. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.